Мерседес представил в Нью-Йорке новое поколение флагманского кроссовера GLS. Инженеры уделили особое внимание второму и третьему ряду сидений. Все кресла отныне оснащены электрическими регулировками, а вместо центрального дивана можно заказать два отдельных кресла с подлокотниками. Технически машина представляет собой растянутый в длину младший кроссовер GLE, с которым новинка делит не только платформу MHA, но также фронтальную часть кузова и переднюю панель в салоне. Автомобиль удлинился на 77 и расширился на 22 мм. Теперь от носа до хвоста уже 5 метров 20 см, а колесная база составляет 3135 мм. Это значит, что Мерседес перерос и BMW X7, и Cadillac Escalade. Уже в базовой комплектации GLS получат матричные фары. В салоне привычный интерфейс MBUX, где сенсорный дисплей на 12,3 дюйма объединен с полностью цифровой приборной панелью такой же диагонали. Система распознает голосовые команды и понимает речь живого общения, а некоторыми функциями можно управлять при помощи жестов. Базовая подвеска пневматическая, а за доплату доступна активная гидропневматика и Active Body Control. Базовая ПК-версия 450. Это трехлитровая рядная турбо-шестерка отдачи 367 л.с. и 500 ньютон-метров. Индекс 580 означает битурбомотор V8 мощностью уже 489 л.с. С ним кроссовер набирает первую сотню за 5,2 секунды. Оба бензиновых варианта дополнены 48-вольтовым стартер-генератором. Чуть позже добавится и трехлитровый дизель мощностью 286 или 330 сил. Все моторы работают в паре с 9-ступенчатым автоматом. Старт продаж намечен на конец года, причем для нашего рынка GLS будут собирать и на новом заводе в Подмосковье.